Всем привет! Чемпионат Европы стран НАТО продолжается. Сегодня у нас три матча второго тура, да, играет Грузия, Португалия, Бельгия, Слукаку или Рукаку. Вот, и я считаю, что сегодня матчи весьма прогнозируемые, ребят, весьма прогнозируемые. В плане того, что можно поднять баблишко. Вот. Переходим в первый матч. Матч между Грузией и Чехией. В первом туре обе команды проиграли. Вот. Ну, с разной расстановкой сил, да. Что представляется команда Грузии? Грузия это любители. По большей части это любители. Такие играющие, там где-то, где-то что-то играющее. Вот. У Грузии... Кадин Хвичи. В принципе, полевой игрок Хвичи и все. А еще у Грузии есть полевая вратарь, который стоит 35 миллионов евро и где-то там играет, да. Вот. Который мы, кстати, в пустые ворота забили в прошлом матче турки. Вот. Все остальные игроки, ну, а их любительские игры. Там кто-то из... Один из игроков из Грузии играет еще в Меце, да. Ну, все остальные игроки, там, ну, это вообще беспросветное днище. Вообще беспросветное. Суть любительская команда. Хвича и все остальные. Вот. У них очень большие проблемы в обороне. У них очень низкая скорость. И, на мой взгляд, это любители. Ну, а что представляет собой сборная Чехии? Сборная Чехия это такая крепкая, средненькая команда. Там нет ярко выраженных лидеров, как Хвича, допустим, да. Но там все игроки более-менее средненькие и играют они более-менее. Вот. Моя лица Португалии ничего сыграет. В прошлый матч. Но проиграли на 92-й минуте. Вот. На мой взгляд, это явно фаворит сборная Чехии. Возможно, они выиграют много. Но я не буду на Чехию ставить. Мой прогноз на этот матч, моя ставка, тотал матч, больше двух с половиной. Коффициент почти по двойку. Я считаю, что в этом матче будет много голов. Чехии тоже могут пропустить. Ну, и Чехии, кстати, забивают много. Ну, вот. В Грузии очень слабая оборона, на мой взгляд. Чехии надо выигрывать. Поэтому Чехии пойдут вперед. Вот. Я думаю, тут будет много голов. Поэтому вот такая моя ставка. Переходим ко второму матчу. Матч между Турцией и Португалией. Вот в первом туре обе команды выиграли. Турки выиграли 3-0 у Грузии. И Португалия выиграла со счетом 2-1 у Чехии. Вот. Но у меня и Турции вообще не понравилось. Совершенно не понравилась Турция. Потому что, ну, там чудовищные, просто катастрофические проблемы в обороне. Турция, ну, вообще дно, приз без просвета. Там грузины могли столько забивать. Ой, ёпт, ты знаешь. Вот. И у меня очень простой прогноз. Простая ставка на этот матч. Это, не знаю, у Португалии больше двух. Коэффициент больше двойки. Очень хороший коэффициент. Я считаю, что португальцы обеют два или более. Повторяю еще раз. Это очень слабая оборона. Очень слабая. Другой вопрос, захотят ли португальцы играть. Потому что они очень ленивые. Ну, я и думаю, захотят. И два гола они, ну, не знаю. Мне кажется, они нас забьют. Вот такой у меня прогноз и ставка на этот матч. Ну, и третий матч, который нас ожидает, это матч между Бельгией и Румынией. В первом матче Бельгия проиграла сенсационно 0-1. А Румыния также сенсационно выиграла у фашистов. Вот. Чтобы Бельгии проходить дальше, нужно обязательно выиграть у Румынии. Вот. Не сомневаясь, я вообще не играю в бельгийцах. Нормальная там команда, атакующая команда. Да, Лукаку. Не везет, так скажем, да. Но фарта рано или поздно приходит. Вот. И мой прогноз на этот матч, моя ставка, это индивидуально у Бельгии больше двух. Коэффициент также около двойки. Вот. Я считаю, что забьют много бельгийцев, потому что атака у них нормальная. Они уже приперты к канатам, да. И надо им идти забивать и идти атаковать, что они и сделают. Поэтому я туда щележдаю мяча 3-4 от бельгийцев. Вот. Такие у меня ставки, такие прогнозы на этот матч. Вот. Ну, а наша битва между черепами евреем продолжается. Но уже новые экспрессы мы выложили. Где узнать эти экспрессы, приходите по ссылке в мой телеграм-канал. Ссылка в первом комментарии к этому ролику. Так что ждем заходный экспресс. Кстати, коэффициент там дикий. У меня около 9 коэффициентов экспрессов из трех матчей. А у него около 12. Так что, кто хочет высокие коэффициенты в день бука, welcome в мою телегу. Всем пока.